Всем большой привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Если будет не очень хорошо слышно, то прошу сразу прощения за звук, поскольку сейчас уже второй час ночи, но я села записывать видео, поскольку очень уже соскучилась по своим подписчикам, по вашим комментариям. И стараюсь делать это потише, чтобы не потревожить моих домашних. Сегодня я наконец-то расскажу о тех продуктах, которые у меня закончились, пустых баночек было, конечно же, очень много за этот период, пока я не снимала подобное видео. Но я отобрала самые такие интересные продукты, которые оставили у меня либо положительные, либо отрицательные впечатления. И не буду рассказывать, естественно, обо всем, чтобы не делать видео на 2 часа. Итак, условно видео я поделю на две части. Первая часть – это продукты, которые оставили у меня приятные впечатления, и вторые, которые либо оставили негативные впечатления, либо никакое. Итак, начну, пожалуй, с средств по уходу за волосами. Мне дарили вот такой вот бальзам от фирмы Herbal Essences «Поцелуй дождя». Что могу сказать? В принципе, на самом деле, мне очень понравился этот продукт. Он такого приятного, ярко-ярко-синего цвета, вот примерно такой же, как упаковочка. Волосы после него очень мягкие, послушные, не пушатся, не электризуются, не утяжеленные. В принципе, мне понравился. И мне очень понравился запах, приятный такой, легкий. И интересная аннотация, как применять это средство. Массирующим движением нанеси на влажные волосы, подожди столько, сколько считаешь нужным, затем смой и забудь сухать волос, как кошмарный сон. То есть, интересно такое применение, держать столько, сколько нужно. Вот, ну, я держала минут пять, и мне вполне хватало эффекта. В принципе, очень даже неплохое средство. Дальше могу сказать исключительно положительные впечатления. У меня, на меня произвела вот такая крем-маска для волос, питательная. От фирмы Домашние рецепты. Она с оливой и лавром. Ну, я думаю, что вы все ее знаете, все ее видели. Продается она и в Ашане, в том числе. Стоит очень недорого, я ее буквально всю выскоблила, если видно, баночка абсолютно пустая, чистая, недорогое средство. Здесь 500 мл, хватает ее надолго. И к моим волосам она подошла. Хотя, конечно, на вкус и цвет, как говорится, все фломастеры разные. Также неплохое впечатление на меня произвела вот такой лосьон двухфазный от фирмы Биолита. Кератин Эктив. Не могу сказать, конечно, что волосы стали супер блестящие, или там исчезли секущиеся кончики. Но, в принципе, средство не утяжеляло мои волосы. И заявленный производителем эффект о том, что это средство обеспечивает волосам увлажнение, с этим она справлялась. Такой вот, я думаю, что вы все его знаете, такой вот упаковочкой гели для души. Долго она у меня стояла. Как-то я... до нее все руки не доходили. Но, что могу сказать? Гели от Ифраше, лично я их постоянный поклонник, не нашла пока ничего лучше, чем вот эти гели для душа. Запах, конечно, новогодний, какой-то корицей, наверное, мандаринками, чем-то таким. То есть, на лето мне запах не очень нравится, а вот на Новый год самое то. И второй гель для душ, который у меня закончился, тоже произвел хорошее впечатление. Это вот такой вот крем от Буржуа, антистресс с маслом какао. Ну, не знаю, насколько здесь много масла какао, но запах, естественно, очень вкусный, такой шоколадки. Цвет тоже коричневый, шоколадный. В принципе, неплохое средство, и достаточно долго этот вкусный запах держится на коже. Два средства, которые немножко выбиваются из общей серии, но тем не менее, тоже оставили хорошее впечатление. Первый – это ополаскиватель для дюсен лесной бальзам. Для тех, кто следит за полостью рта, за своими состояниями своих дюсен и зубов, сейчас огромный выбор представлен различных ополаскивателей, зубных паст и каких только продуктов нет. Я решила попробовать лесной бальзам отечественную фирму. И, в принципе, что могу сказать, в принципе, действительно неплохо справляется со своей задачей. Успокаивает, если есть какие-то воспаления надюзных, освежает дыхание. Но мне не понравилось тем, что жжется. Вот это мне ополаскиватель не понравился. В который раз уже закончилось у меня средство лактоцит фемина, средство для ежедневной интимной гигиены. Я думаю, что вы тоже знаете об этом средстве. Не знаю. Я каждый раз, когда заканчивается упаковочка, иду за новый. Лучше пока ничего не подобрала. Что касается средств по уходу за лицом, закончилась у меня, можно сказать, целая комбинация такая, что ли, средств. Вот. Первое это умывалка от фирмы Биодерма. Вот такая зелененькая для жирной проблемной кожи. Но я думаю, что вы о ней знаете. Я уже не раз рассказывала о том, что это мой мастхэв. Я периодически к ней возвращаюсь. Периодически, потому что моя кожа очень быстро привыкает к продукту. И мне приходится менять даже самый-самый хороший продукт. Вот. Закончила ее просто всю. Очень мне нравится. Хотя, наверное, для комбинированной кожи я бы это средство не посоветовала, поскольку будет сушить. А так справляется, своя задача отлично очищает, подсушивает прыщики. В общем, мне очень нравится. Но это уже мой мастхэв. А также закончился у меня второй или третий уже, по-моему, флакончик лосьона от Clinique серия Anti-Blemish Solutions. То есть для проблемной кожи. Вот. Конечно, да, жжет кожу. Да, пахнет неприятно. Но мне очень нравится эта серия, потому что действительно подсушивает прыщики. И на лето, когда жара, когда излишний блеск на коже сально появляется, это средство мне помогает очень хорошо освежить лицо и лишний раз не умываться. Я просто протираю этим лосьоном. И еще два примерно часа хожу спокойно, жирного блеска нет. Второй кремик, который мне понравился, это крем для рук и кутикул на козьем молоке от компании Beauty Farm. Приобретала его уже второй раз. Стоил он в районе 30 рублей всего. Но мне очень нравится, как он увлажняет кожу, как он быстро впитывается. Даже в зимнее время года мне он подошел и очень хорошо справлялся со своей задачей увлажнения. Закончилось так же. Наконец-то я добила крем для ног от Avon. Ну, известная всем фирма. В одном из видео я говорила, что я ушла от косметики Avon. Больше ее не приобретаю. Но вот это остаток, который у меня был. Что могу сказать? Вот эта серия, конечно, мне очень нравится у Avon. Но, тем не менее, я решила попрощаться с этой косметикой. Закончилась у меня вот такая вот смывка от фирмы Essence. Жидкость для снятия лака с папайей и кокосом. Ну, я так думаю, что с ароматом папайи и кокоса. Действительно хорошее средство. Хватила его надолго. И не сушит кутикулу. И лак удаляет достаточно быстро. И достаточно приятный запах, который не бросается резко в нос. И закончилось у меня несколько косметических продуктов. Первое это моя пудра от Vichy. Минеральный Aero Taint Mineral. Я уже говорила о том, что это был мой must have когда-то. Сейчас я нахожусь в поиске пудры. Здесь достаточно мало продукта. Всего 5 грамм. Стоит она достаточно дорого. На мой взгляд. Ну, что могу сказать. В принципе, действительно неплохо маскирует. Да, дает матирование. Но подчеркивает все шелушения. И, конечно, надо двигаться дальше. Нужно искать свой идеальный продукт. Завершилась у меня уже, не знаю какая по счету. И тушь закончилась, точнее не завершилась. Вот Vivienne Sabo Cabaret. Ничего лучшее тушь пока я не нашла. За ту цену, которую предлагает производительство. 150 рублей у нас в городе стоит. Покупаю ее снова и снова. Правда, есть у нее один большой минус. Она очень быстро засыхает. Вот это да. Это ее минус. А так ресницы разделенные. Ресницы пышные. Ресницы длинные. И мне очень нравится. У нее удобная силиконовая кисточка. Которая очень удобно красит ресницы. Не пачкая века. И также от Vivienne Sabo закончилась у меня вот такая вот подводка. В таком интересном флакончике. Очень удобная тоненькая кисточка. Которую можно наносить как толстую, так и тоненькую линию. Ну что можно сказать. Я ей довольна. На самом деле хороший продукт за достаточно демократичную цену. Приходим к продуктам, которые мне не понравились. Или оставили такое впечатление ни о чем. Первое это крем для век увлажняющий от фирмы Зеленая аптека. Наверное он подойдет для девочек 18 лет, может быть 17 лет, которые хотят увлажнять кожу вокруг век. И у которых нет особых проблем. Мне совершенно не хватало увлажнения от него. Конечно очень быстро впитывается, очень легкий. Но да, наверное это просто так для самоуспокоения. Закончился у меня вот такой крем от Белита Витекс. Зимний уход крем для рук. Я не знаю кому как, но лично я бы не назвала его зимним уходом. Поскольку после первого же мытья рук мне хотелось снова идти и использовать крем. Я жду все-таки от крема. Тем более, если производитель говорит, что это зимний уход, значит это должен быть жирный крем. И сильно, ну хорошо увлажняющий. За ним я такого не наблюдала. Закончился также у меня крем для рук в бархатные ручки. Комплексный. Знаю, что есть разные серии вот этих кремов. И разные отзывы на них. Кому-то нравится, кому-то нет. Я его добила еле-еле. Носила его в сумочке так, чтобы в любой момент можно было его использовать. Больше не возьму. Впечатление так себе. Вот. И буквально добивала-добивала, но так и не добила. Вышел в сырогодности у вот такого крема от Ивраше, Пюркалендула. Я взяла его по влиянию YouTube, бьюти-блогеров наших. Говорили о том, что это органическое средство, что оно хорошо выравнивает кожу, увлажняет, при этом не забивает поры. У меня сразу же после него вылезали прыщики. Вот. К тому же состав у него далеко не органический. Все-таки есть там химические добавки, их немало. Вот. Пыталась его использовать и на зону декольте. Но нет. Это совершенно не мой продукт. Все-таки для жирной кожи он не подходит. Он очень жирный, этот кремик. Хотя пахнет, конечно, приятно. Закончил, точнее не закончилось даже, но отправляется в мусорный ящик по той же причине, что и крем Пюркалендула вышел в сырогодности. Это вот такая вот пудра от Maybelline Effentone. Я думаю, что многие вы ее знаете. У меня она уже вся такая поистертая. Давно я ее приобретала. Вот. Ну, честно говоря, это была одна из первых моих пудр. И сравнить было особо не с чем. Сейчас я могу сказать, что мне не нравится, как она лежит. Она подчеркивает все шелушения. Она практически ничего не маскирует. Хотя написано, что здесь называется она выравнивающая компактная пудра. Не знаю. Мне не понравилось совершенно. Также отправляется в мусорное ведро корректор от Rimmel в виде вот такого стика. Что могу сказать? Не очень мне понравился этот продукт. Я люблю универсальные продукты, которые можно использовать и под глаза, и для того, чтобы скорректировать какие-то несовершенства. Под глаза его использовать однозначно нельзя, потому что он подчеркивает все какие-то неровности, все какие-то складочки, морщинки. Забивается во все то же самое с порами. Ну, спасибо хотя бы на том, что прыщики под ним не становились больше, не созревали. Вот это, конечно, ему спасибо, а так нет. Больше второй раз я его точно не возьму. Отправляю в мусорку незакончившееся еще масло, ореховое масло для ресниц. Вот такой вот фирмы D&C. Много, конечно, хорошего о них слышала и раньше пользовалась с большим удовольствием этой продукцией. Результат был, действительно, ресницы укреплялись. Но отправляю в мусорку абсолютно целый сокончик. Не использованный практически, вот видите, совсем. Одной простой причине. У меня началась с него аллергия. Давно хотела попробовать шампунь от Киранов. Это шампунь легкости, чистота. Честно говоря, ни о чем. Не знаю, обычный шампунь, ничего за ним не заметила. Не то, что волосы дольше остаются чистыми, свежими. Или что он как-то их хорошо очищает. Ничего не заметила. Обычный, совершенно среднестатистический шампунь. И еще одно такое средство, это польский продукт, не знаю, как правильно называется фирма, латон или провид, кератина, много заголовков каких-то. В общем, это средство для волос, жидкий кератин для волос, жидкий кондиционер нового поколения. Как говорит о нем производитель. Не знаю, особо ничего не заметила на своих волосах. Не то, что они стали блестящие, не то, что они стали какие-то супер гладкие. К тому же, если эти средства переборщить, то появлялись сосульки на волосах. Вот, поэтому второй раз я вряд ли это средство возьму. Вот, вот таким был обзор моих пустых баночек. Как видите, накопилось их очень много, но я постаралась сделать обзор свой немножечко покороче, чтобы не утомлять вас. Всем большое спасибо за внимание. Жду ваших комментариев. Жду пальчиков вверх. Спасибо за внимание. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok